На часах около восьми утра, однако для работников Брестбургер время не принципиально. Кафе в одном из самых оживленных уголков города, в районе гипермаркета Ома, работает круглосуточно. Здесь рады каждому, кто по дороге решил перекусить. В достаточно объемном меню даже истинный гурман сможет найти что-то по душе. Отличительная особенность Брестбургер – приверженность традиционной кухни. Практически все блюда готовятся на основе продуктов белорусских поставщиков, при этом со своими вкусовыми фишками. Довольно благое начинание было. Хотелось создать просто прекрасный продукт. И как-то так, я бы сказал, даже может и не думали о каких-то и выгодах, и прочих моментах. Как-то просто шли путь свой и преодолевали, чтобы попытаться что-то сделать такое интересное, необычное и приятное. У нас очень хорошие клиенты. Постоянно поддерживают нас в трудные минутки. И с первых дней нашего существования и с детишками молодцы приходили. И такие приятные, достойные люди, которые действительно, глядя на них и на слова благодарности, хотелось где-то делать, совершенствоваться. И именно в сторону не получения какой-то прибыли, а нормального продукта. Конечно, к сфере питания в городе предъявляются особые требования. Приходится плотно взаимодействовать с разными службами. Однако, если хочешь делать свой продукт, даже трудности становятся закалкой для того, чтобы еще увлеченнее идти вперед. Надо от каких-то своих комплексов, рамок отказываться, чтобы идти дальше, чтобы двигаться. Потому что оно или все вместе идут, или стоят на месте. Как-то вот так вот. И в принципе молодцы. Все они не держались за свою вредность. Двигались вперед. И слава богу, так сколько мы уже, 7 лет работаем, даже больше. И в принципе вспоминали многие моменты, ситуации, которые преодолевали. И с радостью, что они уже позади. И вот такой есть момент, крепость какая-то. Ну, образно говоря, отработанный продукт, с которым мы уже движемся дальше. Немало среди малых и средних предприятий Бреста школ и студий. Центр детского развития «Хэппи Фоксис» находится в густонаселенном районе Ковалева. Спрос на услуги есть, поэтому переезжать ближе к главным городским проспектам администрации пока не планируют. В приоритете – качественный образовательный процесс, небольшие группы и индивидуальный подход. Хорошим бонусом для многих родителей стала и шаговая доступность. Более камерная обстановка у нас. Соответственно, мы можем уделить внимание точечно всем-всем ученикам. Вот. То есть это именно как преимущество я бы рассматривала. Не как недостаток, а как преимущество. Сейчас у нас детки занимаются от двух до примерно 12-13 лет. Это начиная от адаптации к садику. Мы готовим деток к садику, и затем они успешно идут без особых проблем в садик. Это английский, это творческая студия. Период пандемии, конечно, не мог не отразиться на образовательном процессе. В первую волну учреждение даже было частично закрыто. Сегодня же большая детская семья не просто восстановилась. Она пополнилась новыми желающими изучать английский язык, проходить комплексную адаптацию к детскому саду и школе. Здесь детки, конечно, находятся в более расслабленной атмосфере. Творчество, полет творческой фантазии, может быть, очень большой. Воплотить тоже можно очень много идей. Детки с радостью соглашаются на какие-то проекты, на интересные задания. Творчество, скажем так, это такое основное слово, которое помогает работать здесь и помогает работать интересно. Иметь свое дело сегодня не просто хорошее финансовое вложение. Это отличный вариант предложить городу эксклюзивные в своем роде услуги. Высокое качество обслуживания и доступный сервис, который удовлетворит запросы клиента в любой категории.